Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Пишу, возможно, чтобы просто выковыриться, а мне 32 года и двое детей в разводе. Всегда считал себя сильно интересной, привлекательной женщиной. Любимая профессия, спорт, увлечение, детьми классно проводим время. Неудачи в личной жизни меня, если раз, расстраивали, то не слишком сильно. Около года назад я сильно влюбился в коллегу и с тех пор потерялась. Я думал, он круглосуточно, видит мне его физически больно. Иногда после разговора с ним я ухожу, просто прийти в себя. Бывает плач, неставляю себя что-то делать, куда-то двигаться, потому что сел нет ни на что. Я чудовищно засеклываюсь на нем, это какая-то болезнь. Мне так плохо, что появляются мысли о субисциде. Он не знает, что нравится мне, я об этом не смогу сказать, потому что наверняка мои чувства не взаимны. Не ожидал, что такое случится со мной, очень надеюсь. Получить совет, как мне выдачиться и начать снова нормальную жизнь. Здесь в первую очередь хочется сказать, что вы не больны. По крайней мере для психолога вы не больны. Психологи не занимаются лечением. Кроме того, я не знаю таких советов, да, таких советов, которые могли бы вылечить. То есть, на мой взгляд, советы не вылечивают. Поэтому мы вас не вылечим и советов мы вам не дадим. Потому что психологи не дают советов. Но мы можем помочь вам разобраться в себе. Вот, например, если мы начинаем все с конца. Вы говорите, я не могу сказать ему о своих чувствах, потому что наверняка мои чувства не взаимны. Простите, а где связь? Вы не можете сказать ему о своих чувствах, потому что ваши чувства не взаимны. А где связь между этим? Можете объяснить? Ну, то есть, вот, у меня есть чувства к человеку. Я, я о них ему не говорю, потому что не знаю, взаимны они или нет, но, скорее всего, не взаимны. И это меня останавливало. Так это вообще про мои чувства к человеку? Или, может быть, это про мою самооценку, которая будет, так скажем, понижена, если у меня нет взаимностей? Так это вообще про чувства или это про какую-то потребность? Потому что если у меня есть чувства к человеку, я хочу сделать этого человека счастливым, какая разница, взаимные чувства или нет. Если я хочу взаимности, это уже про решение моих внутренних проблем, конфликтов, противоречий. Скорее всего, за счет того, что вы склонны бежать от своих переживаний. Вы склонны зажимать свои чувства. Вы склонны подавлять свои эмоции. Вот. Точнее, вы их, я бы сказал, склонны контролировать. Вот. То, встретив этого мужчину, вы наделили его всеми теми психоэмоциональными критериями. Да, наделили его тем психоэмоциональным наполнением, которое есть у вас, но которое вы себе запрещаете. То есть, естественно, произошла идеализация очень сильная и привязка к этому идеализированному образу. Который, по сути, является вашей историей, но вы не со мной отвергаетесь. Вот. Поэтому, в первую очередь, нужно разобраться в том же, что это за чувства у вас к мужчине, что они в себе содержат. Вот. Какого рода эти чувства? Вот. А, ну, буквально. Буквально, что они из себя представляют. Вот. Дальше. Вы разведены. Развод – это травма. К разводу привела определенная модель поведения, ну, или определенные паттерны поведенческие ваши. Соответственно, это тоже нужно исследовать, тоже нужно смотреть, тоже нужно изучать. Развод как травма нуждается в том, чтобы его прожить. Вот. Судя по всему, вы этого не сделали. Вы описываете себя как человека довольно активного, вы описываете себя как человека довольно сильного, но для меня это лишь означает, что вы бежите от своих эмоций, что вы не внимательны к своим переживаниям. Что, по итогу, привело вот к такой ситуации. Вот. Так что, по сути, это вот ваши чувства, которые вы все это время подавляли, а сейчас дают о себе знать вот таким образом. Вот. Хорошим или плохим, но что-то ваша психика должна была сделать, чтобы вы наконец услышали о том, что внутри вас есть. У нас происходит совсем не то, что вы привыкли демонстрировать вовне. Вот. Понимаете, да? Поэтому я бы сказал, что назрели определенные изменения у вас. Возможно. Возможно, вы просто отказывались видеть себя такой, какая бы есть, и все время пытались сделать из себя кого-то, кого-то другого, кем вы не являетесь. Вот. По крайней мере, для меня такой расклад был бы самым очевидным. Ваша задача – разобраться в своих чувствах, выявить ваши потребности, решить ваши внутренние противоречия, в том числе проблемы с матингом, которые у вас, очевидно, присутствуют страхом от выражения, страхом, ну, возможно, даже близких отношений, к которым у вас нет. Это одна из самых первоочередных задач. А дальше, дальше уже вы сможете для себя решить, хотите вы быть конкретным мужчиной, и не хотите вы быть конкретным мужчиной. Да, может быть, вы, ну, как-то вот решите для себя, что вам это все и не нужно вовсе. Может быть, вы решите для себя, что ошибались, что вам нужно, там, не знаю, совсем другое и так далее. То есть нужно в себе разобраться, но в первую очередь, конечно, то, что нужно вам прямо сейчас, а прямо сейчас, надо прожить все ваши эмоции, которые у вас есть. Проплак, приключаться, приключаться, повысказываться, повербализовывать. Вот. Потому что есть ощущение, что с определенного момента в вашей жизни вы становитесь довольно поверхностными. То есть вы стараетесь эмоционально не вовлекаться в то, где есть какая-то потенциальная опасность для вас. Вот. Ну, оно и понятно. Ну, и понятно, почему вы так делаете. Вот. Сложно вас винить. За это-то и никто не будет этого делать. Вот. Я так уж точно не буду этого делать. В любом случае. Вот. Но, скажу вам об этом, я считаю своим долгом, да? Потому что, ну, вот, такая проблематика у вас есть. Вот. Возможно, возможно, у вас уже какое-то время действительно есть экзистенциальный кризис. Вот. То есть, ну, то есть вы себя, что-то там, грубо говоря, как-то, ну, выставляете, да? Выставляете себя там, я не знаю, что-то делать, да? Выставляете себя, значит, ну, как-то вот, какие-то вещи там совершать, например, вы себя заставляете, но на самом деле там вам, грубо говоря, хочется уже там давно чего-то, ну, чего-то, чего-то другого, например. Например, да? То есть тут варианты могут быть тоже достаточно разные. Нужно это учитывать. Вот. Поэтому всесторонние исследования вашей жизни необходимы. Необходимо. Вот. Разрешаете ли вы, например, себе злиться, там, допустим, злиться на детей ваших? Вот. Разрешаете ли вы себе испытывать, там, ну, чувства по отношению к ним, вот, негативные, негативные, да? Насколько вы доверяете окружающим людям? Ну, ну, вообще, вообще, я имею в виду, вообще людям. Вот. Можете ли вы, например, позволить себе быть слабым? Если да, то как? Как конкретно вы позволяете себе быть слабым? Это тоже очень важный момент. Вот. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, да, это все вот те аспекты, с которыми вам нужно работать. Вот. И дело здесь, как вы понимаете, не в совете. Вот. А дело здесь в психотерапии. Вот. Которой нужно заниматься. Вот. Психотерапией, которой нужно заниматься. И результатом этого будет как раз-таки улучшение, улучшение вашего, ну, вот, такого психоэмоционального состояния, да, как я уже сказал. Вот. И, соответственно, дальше вы уже сможете для себя решить, вот, как вам действовать и в каком направлении двигаться. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. А я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Вот. 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 Вот.